нашего брифинга. Мы начинаем кампанию по раскрытию и информированию граждан о нашей политической программе партии. Я прошу, чтобы сразу не было спекуляций, чтобы никто не путал. Это не предвыборная программа, это политическая программа партии. И мы вправе начинать информационную кампанию в этой связи, в момент, когда хотим, так это разрешается. В первую очередь я хочу сказать, что у нас будет несколько таких блоков. Первый сегодня блок это экономический блок. И мы хотели бы раскрыть для наших граждан ту политическую программу, которую несет партия ШОР. В первую очередь экономика важна, и это является основной столб политической программы, так как все политические партии говорят о будущих социальных реформах, инфраструктурных реформах. Конечно, есть партии, которые не говорят никаких реформ, потому что им, видимо, что-то сломать и не построить, но мы сегодня не проним. Так вот, многие партии, которые говорят о социальных и инфраструктурных реформах, очень часто забывают дать ответ, как пополнить бюджет для реализации своей политической программы в области социальной и инфраструктурной сферы. В первую очередь я хочу отметить, что партия ШОР категорически против такой меры, как получение кредитов долгосрочных, грантов, или бегать по миру с протянутой рукой для того, чтобы пополнить свой национальный бюджет. Мы считаем, что наша экономика в силах самостоятельно пополнить свои резервы, и мы самостоятельно можем спокойно заработать средства для реализации политической программы. Хочу отметить, что мы в Аргееве доказали, что наша экономическая программа, она, в принципе, очень эффективна. Так как за время нашего пребывания в Аргееве официальные бюджеты в разных сферах за три года увеличились в два с половиной раза. Такого показателя, в принципе, нету нигде, ни в одном населенном пункте страны, да и на уровне национального бюджета. Я хочу, в первую очередь, обратить внимание, что мы сумели добиться этого результата в городе Аргееве за счет того, что мы очень качественно администрируем налоги. Во-вторых, мы, конечно же, реализовали часть своей программы, подняв налоги для бизнеса. При этом в Аргееве ни одно рабочее место не сократилось, при этом в Аргееве ни одно предприятие не закрылось, просто начал происходить акт социальной справедливости. То есть бизнес через налоги начал делиться с людьми. К примеру, вы все знаете, что на табачные изделия мы подняли 500% по шину, на алкоголь 100%. Таким образом, мы планируем действовать и на уровне национального бюджета. Я уверен, что вы себе можете дать отчет и представить, какой доход это даст в национальный бюджет нашей страны. Во-вторых, я дам такой маленький, но очень важный пример. В городе Аргееве на протяжении 20 лет работали три карьера. Карьера, которая добывает щебень. Вы все слышали о скандале, который был. Многие по-разному его трактовали. Но чего мы сегодня добились, скажу. Сегодня каждый карьер платит в бюджет полтора миллиона леев в год. То есть 4,5 миллиона леев в год сегодня город получает вот этих карьеров. То есть, в принципе, эта сумма должна была получаться на протяжении 20 лет, 27 лет, сколько работают эти карьеры. Она не получалась, ввиду всяких разных коррупционных схем. Сегодня деньги попадают в бюджет. Это доказательство эффективного менеджмента, который мы сумели привнести в муниципи Орхеи. Конечно, я не могу не сказать, что нам пришлось вернуть все кредиты, которые были взяты, практически все кредиты, которые были взяты в предыдущей администрации. Более того, скажу, ни одного лея кредита муниципи Орхеи за время нашего нахождения там не взял. Еще один пример очень важный. Это привлечение инвестиций. Многие говорят об этом, но на деле не понимают, как это сделать. За время пребывания в нашей команде в управлении муниципи Орхеи, все знают, что пришла такая крупная компания, как Сумитома. И открыла завод на 3000 рабочих мест. Результатом их прихода стало качественное ведение переговоров с ними, предоставление качественных условий, которые заинтересовали инвестора. Потому что я как бизнесмен понимаю, что хотят бизнесмены увидеть, когда они приходят с инвестициями. Более того, очень важным фактом является, что здание Сумитома, здание завода Сумитома является собственностью премарии города Орхеев. Соответственно, активы премарии города с приходом этого проекта поднялись практически на 30 миллионов евро. Соответственно, всем вышесказанным мы доказали, что возможно увеличить бюджет, возможно быстро привлечь инвестиции, возможно, чтобы начали платить те, кто никогда в своей жизни не платил, и возможно сделать так, чтобы бюджет был качественный, и его хватало для реализации программ инфраструктурно-социальной сферы. Конечно же, одним из главных, я сегодня не буду, конечно, вам зачитывать всю экономическую программу партии, я зачитаю лишь три основных тезиса. В первую очередь, партия выступает за более активное участие государства в экономических процессах страны. Мы выступаем, чтобы государство стало активным игроком на экономическом пространстве. К примеру, мы считаем, что государство должно взять на себя роль машины, которая будет зарабатывать денег для бюджета. К примеру, мы выступаем за то, чтобы государство ввело госмонополию на импорт табачных изделий, на импорт нефтепродуктов. Мы считаем, что эта мера за считанные месяцы позволит увеличить бюджет просто в разы. Потому что мы, подняв налоги на продажу в Аргееве, это, к сожалению, все, что мы смогли сделать, так как больше у нас не было компетенций, увидели разницу в цифрах по приходу данного вида деятельности. В отношении нефтепродуктов мы хотим пойти дальше. Мы считаем, что государство обязано ввести достаточно большой акциз на импорт готовой нефтепродукции, то есть дизельного топлива и бензина, и минимально снизить акциз на импорт сырой нефти. Также мы считаем, что государство обязано в кратчайшие сроки построить нефтеперерабатывающий государственный завод, импортируя в Молдову сырую нефть, перерабатывая ее и продавая уже здесь на месте готовый нефтепродукт. Что это даст? Это даст в первую очередь реальные рабочие места для людей. Это даст реальную прибыль этого предприятия, которое сможет пополнять бюджет. И, конечно же, это даст в целом рост экономики. Мы считаем, что в принципе государство должно поступить так в разных сферах, не только в области нефтепродуктов. Просто это самый наглядный пример, который я сегодня хотел вам представить. Конечно же, это даст возможность снизить цены на топливо для сельскохозяйственников в сезон, когда им это нужно. Именно поэтому мы считаем, что эта мера очень и очень важна. Мы выступаем за немедленное воссоздание государством фабрик, заводов и предприятий. Я повторюсь, государством. То есть, чтобы государственные предприятия, чтобы собственником этих предприятий было государство. Дорогие друзья, в недавнем советском прошлом наша республика производила, начиная от тракторов, заканчивая телевизорами. Это доказывает, что наша республика способна это делать. Но сегодня мы импортируем даже самые простые товары. Именно поэтому мы считаем, что очень важным является факт создания государственных предприятий в разных отраслях и в разных областях. Я хочу отметить, что именно эта мера даст несколько очень ощутимых плюсов, быстрых для развития экономики республики Молдова. В первую очередь, это даст реальные быстрые рабочие места людям. То, о чем мы всегда говорим, но то, что никто не раскрывает, как это сделать. Это даст реальную прибыль в бюджет страны быстро. Ну и, конечно же, как и предыдущий пункт, это даст резкий, друзья, рост экономики. Я считаю, что когда государство будет производить практически... Государство должно производить практически все, что потребляет внутренний рынок. Только тогда мы можем говорить о сильной экономике в стране. Конечно, я не могу сейчас не сказать третьим пунктом о возрождении Молдавского села. Вы все прекрасно знаете и видите, в каком состоянии находится Молдавское село. К большому сожалению, Молдавское село находится на грани пропадения. И мы имеем решение для возрождения Молдавских сел. Мы имеем решение, которое даст радикальные изменения в жизни села и очень быстро. Мы выступаем за немедленное воссоздание современных коллективных хозяйств. Современных колхозов, если хотите. Этот пункт состоит из ряда очень важных элементов. В первую очередь, мы все с вами знаем, что у большинства христиан сегодня заключены договора с лидерами. Я не говорю, что в 100%, но в 90% лидеры не соблюдают свои договоренности и свои обязанности перед людьми. Тем самым обманывая их. Более того, лидеры подписали такие договора с людьми, воспользовавшись тем, что люди не имеют денег нанять себе адвоката, юриста, для того, чтобы проверить этот договор. Что люди в большинстве случаев даже не могут выйти из этого договора. Именно поэтому мы считаем, что необходимо принять закон, при котором человек добровольно имеет право выйти из такого договора. Более того, необходимо провести немедленно ревизию таких договоров и качество исполнения перед людьми. Во-вторых, мы выступаем за консолидацию людей, у которых есть собственность земля. Безусловно, это частная собственность, она всегда останется частной собственностью. Мы выступаем за то, чтобы люди себе избрали председателя своего колхоза по принципу не наличия у него денег в кармане, а по принципу его человеческих качеств, моральных качеств, деловых качеств и так далее. Мы выступаем за то, чтобы государство датировало это современное коллективное хозяйство техникой, семенами, в длинный кредит, чтобы данное коллективное хозяйство могло начать работу и производить продукцию. Мы выступаем за то, чтобы восстановить систему государственных закупок в области сельского хозяйства. То есть, произвело коллективное хозяйство, их количество продукции, пришло государство, выкупило и дальше занимается распределением на внутренний рынок и на экспорт. Да, отчасти придется и надо понять, что частично данные коллективных хозяйств будут работать на принципах плановой экономики. Потому что только тогда государство может запланировать себе объем продаж и объем производства. При этом, конечно же, на рынке могут существовать и все остальные, кто хочет. Но я считаю, что если мы сумеем быстро и незамедлительно воссоздать такую систему коллективных хозяйств, мы сможем добиться резкого улучшения жизни в селе. Потому что село получит деньги, получит деньги сможет начать строить сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия, появятся рабочие места, но в общем восстановится та жизнь, которая когда-то была в цветущей Молдове. Именно поэтому я сегодня хочу зацентировать на этот пункт внимание. Я понимаю, что многие скептики говорят, что мы хотим воссоздать колхозы и даже подшучивают на эту тему. Очень зря, потому что я еженедельно провожу десятки встреч в районах, в селах нашей страны. И озвучивая эту идею, я вижу не просто поддержку, я вижу колоссальное желание простых жителей села в реализации этой идеи. Может быть некоторым экономическим скептикам в Тишиневе этого не понять, но если пообщаться с народом, народ этого хочет и понимает, что это важно. Более того, для того, чтобы я не был голословным, как по многим другим пунктам, мы и здесь даем конкретный пример. И в ближайшее время в нашей стране появится такое современное коллективное хозяйство. Еще до выборов. Мы его уже делаем. Но это будет сюрпризом. Дорогие друзья, это те три тезиса, которые я хотел озвучить в рамках начала информирования граждан о политической программе партии ШОР в области экономического развития. Я уверен, что именно эта экономическая программа и никакая другая не позволит быстро насытить бюджет. Дать возможность быстро тратить деньги на те социально-инфраструктурные нужды, которые сегодня так необходимы нашему государству. Спасибо большое за внимание. Такого я не помню и не знаю. У меня в том-то тоже оказалось. Кстати, к вашему каналу хочу задать. Ваш канал сильно обвиняет меня в том, что я способствовал в Рослужбеар. При этом у вас нету заказательств, нету окончательного решения в судах. При этом ваш канал, акционерный, который является в Валентинске ЦОПК, использует ворованные деньги, ведет на миллиарды. Секундочку, я отвечу на вопрос. Потому что в подсчет миллиарда входят кредиты, которые взяли в СОПК, которые сегодня является акционерами журнала ТВ, и не вернули. То есть, еще раз, уважаемая пресса, хочу подчеркнуть. Акционеры телеканала, журнал ТВ, товарищи ЦОПК, взяли кредит в Берри, который входит в подсчет миллиарда, и кредит не вернули. И, соответственно, сегодня сотрудники журнала ТВ, которые я критикую, получают зарплаты за 2 миллиарда. У меня вопрос, справедливость? Думаю, нет. Спасибо большое. Спасибо большое. Слушайте, вы раз, да? Отлично, раз. Да, отлично, раз. Пожалуйста, занимайтесь журналистикой, вы не хотите манипулировать деньги Платона. Вам платят много денег Платон, но это не совсем корректно. Все-таки не так. Продолжение следует...